Прежняя уловка потребовать деньги от лица родственников больше не работает. Мошенники отправляли на номер жертвы сообщение «Попал в беду, нужны деньги» и номер счета или карточки. Сегодня масштабы жадности мошенников увеличились и способы обмана на уровне высоких технологий. Ищем квартиру в Анапе. Снять двушку. Пара минут поиска и вот идеальный вариант. В центре на улице Шевченко 237. 14 тысяч в месяц. Большая удача. Меньше 30 за один месяц в курортной Анапе не найти. Созваниваемся. Хозяйка квартиры требует задаток. 5 тысяч, чтобы квартира досталась именно вам. Желающих снять ее квартиру много. При этом хозяйка не дает никаких гарантий. Максимум – скан паспорта. Гарантий, что это ее паспорт, тоже нет. А вот номер карты, куда необходимо перевести деньги, наверняка правильный. Через несколько часов сотни человек, судя по просмотру объявления, успели перевести деньги. Но ни квартиры, ни хозяйки нет. И 5 тысяч тоже нет. Неправильно набран номер. Вот и все. Что делать дальше? Идти в полицию, писать заявление, доказать, что у вас требовали деньги, почти невозможно. Вы отправили их добровольно. Но заявление написать надо. И ни в коем случае не отправлять деньги незнакомым людям. Материалы передадут в уголовный розыск, проведут проверку. Если подтвердится факт мошенничества, организатора правонарушения накажут. Независимо от того, успели вы их озолотить или нет. Напоминаем телефоны дежурного полиции. 0,2 и 4,6882.